Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Я инвалид первой группы. Заболевание рассеянный склероз. Максим Константинович. Хотел с вами задать вопрос про технические средства реабилитации. Я постараюсь побыстрее все рассказать. Просто очень много сопутствующих вопросов. Я думаю, с тем, что я буду говорить, будут согласны 99% инвалидов. Так получилось, что давно разговаривал, знаю и темы, и все остальное. Так вот, насчет технических средств реабилитации. То, что производится у нас, то, что выдается, это касается всех маленьких средств, не только передвижения, абсолютно всего, то, что производится у нас. Все можно назвать на букву Г. На самом деле, все приходится дорабатывать и доделывать. Они неудобные, они непрактичные, даже иногда больно с ними. У меня такое предложение, например, почему вот на наши заводы, которые все это производят, не взять несколько инвалидов на работу, которые будут участвовать там. То есть, они будут как испытатели, как консультанты, как все происходит на военном производстве. Там же все так, там есть свои консультанты, свои испытатели. То же самое должно быть и в этой области. Потому что приходится все доделывать самому. И не каждый с этим справляется. Это очень тяжело, на самом деле. Как говорил один известный человек, уже не помню кто, что если самолет некрасивый, он и не полетит. То же самое с нашими техническими средствами реабилитации, на самом деле. Они ужасно убогие, и их приходится дорабатывать. И неудобные. Вот. Это вот такой первый и самый главный вопрос. Ну вот, приходится делать вот этот стул я доделал для себя. Ходунки тоже с колесами делал. Переделывал, вернее. То есть, из дешевых деталей и то, что выдают. Вот стул я сейчас в себе делаю. Покупаешь какие-то за копейки вещи и тоже вещи детали, которые выдают, на самом деле. То, что вот все находится у меня, это все не за один месяц, это за многие года накоплено, за десятилетия, я бы сказал, если точно быть, как я заболел, 13 лет. Вот. Вот здесь у меня вот тоже вот самое вот кресло 60-х годов. Кресло 60-х годов. Ножки тоже делал ему сам, чтобы было удобно сидеть. Потому что покупать другие вещи очень дорого, на самом деле. И неудобно. Все приспосабливаешься и делаешь сам. Это вот, правда, неудобства и эти цены. Да, кстати, насчет цен опять-таки. Покупаешь какую-то простенькую вещь, мелкую. Она стоит копейки, 100-200 рублей, то, что я и делаю, на самом деле. Но если к ней будет добавлена цитата для инвалида, она сразу возрастает в цене в три раза. Ну, это просто грабеж натуральный, чистой воды. То есть, это грабит не инвалидов, это грабит в первую очередь государство. Вот опять-таки пример, что касаемо. Мне иногда выдают ботинки. Ботинки, наверное, внешний вид у них, форма, дизайн, наверное, как послевоенная на самом деле. Вот. Выдают их по накладным. Ботинки эти, красная цена, ну, от двух до трех тысяч. А по накладным выдают они 20-30 тысяч. Я вам присылал на форум. Может, пришлю еще раз вас, Путин.ру, доказательства этих накладных, которые у меня есть. Ну, и что? Как здраные козы, как шерсти клок. Поэтому получаете ботинки, ходите. Я в них, естественно, не могу. Я ноги и так еле поднимаю. А вот ботинок, это как по гири себе повесить. Поэтому продаю там за копейки. Вот. Стараюсь все сам делать. Вот вы думаете, у меня вот этот шлем, если вы думаете, занимаетесь какими-то единоборствами. Нет. Если-то я надеваю его просто потому, что как третья точка опоры. Ноги не держат. Все время держишься двумя руками. А чтобы руки освободить, хотя бы штаны себе натянуть, приходится лгом упираться в какое-то препятствие в стенку. Вот. Второй вопрос. Да. Первый вопрос. Почему такое плохое качество, да, ТСС? Второй, получается, значит, вопрос. Почему грабят государство за такие цены нам делают инвалидные вещи? В первую очередь же ваши деньги на господприятие. Еще я хотел сказать, да, вот, возвращаясь насчет того, чтобы инвалиды присутствовали на заводах производителей ТСС. Все хорошо. Ну, много очень откатов на господприятия. И вот, кстати, хорошая идея была с электронными сертификатами. Вот что, хотел сказать. Третий вопрос. Насчет электронных сертификатов. Ну, да, я оформил электронный сертификат два месяца назад. Ну и что? Ни копейки мне на карту не поступило, и неизвестно, когда поступит. Насчет этого тоже магазины, которые торгуют этими, которые берут эти сертификаты. Вот, например, Озона, если взять. У него несколько, ну, очень много товаров. Одни товары они продают по сертификатам, другие товары не продают по сертификатам. Но те же самые, например, если взять отдельно матрас противопролежнего, который стоит 15 тысяч, он продается по сертификату. То есть, надо свои деньги доплачивать. 10 тысяч, которые укладываются в сертификаты, укладываются в сертификаты, он по сертификату не продается. То есть, получается, фирмы, которые производят эти матрасы или закупают, продают, у них договор. Опять-таки, это получается, что откаты и наживание на средства государства и самих инвалидов. Я вот к чему говорю. Почему бы эти сертификаты? Ну, даете деньги, если даете. Даете, ну, даете деньги, и человек сам волен выбрать, где угодно, купить то, что ему удобно. Почему я должен искать в магазине? Купать убогие вещи, даже если они не убогие и хорошие, но не подходят они, неудобно в них. Не сидеть, не стоять, не так далее. Почему я не могу, например, в Китае купить? В Китае много дешевых вещей, чтобы эти деньги были, которые выдают по индивидуальной программе реабилитации, чтобы они были ходовые по всему миру. То есть, я мог купить в Китае дешевую вещь, которая мне подойдет. Вот это третий вопрос. Вот такие вот я пускал вопросы. У меня на самом деле были, и я думаю, меня поддерживает большинство инвалидов. Да, вот еще у меня один вопрос, очень важный. Я насчет компенсации людям, которые помогают инвалидам, которые не всегда могут справиться и практически не справляются. Почему у одних 10 тысяч, у других 1200? Да, я понимаю, дети, детям все самое лучшее, я не против этого. Но те люди, которые помогают, им же тоже кушать хочется, им тоже одеваться хочется. Что такое 1200? 1200? 1200 это сходить один раз в магазин и то, покупать по скидкам или просрочку. Все. Больше ничего. Вот тоже вопрос. Почему не сделать всем одинаковые доплаты людям, тем, кто помогает? И опять получается, если человек будет работать, который помогает, у него еще эти 1200 заберут, еще и оштрафуют. Почему человек не может работать? Работать и помогать одновременно. Вот. Еще такое маленькое. Все-таки воровство, оно везде воровство, везде ворует. Я не удивляюсь. По всему миру все люди воруют. Как в одном известном фильме было сказано, фильм Next. Есть дешевый проект. Давайте я вам дешевый проект скажу, как вот я тоже говорю. Можно дешево и качественно собирать и коляски, и что угодно. На самом деле у нас много людей, которые из металлолома могут сделать отличную, удобную вещь. Так вот, было сказано, что дешевый проект был сказанным чиновникам. Нам не нужны. Вы спросили, а почему не нужны дешевые проекты? А потому что с них воровать нечего. Вот такой смысл. Да, я понимаю, что это не искоренить. Это в человеке заложено. Что даже в Китае казнят чиновников, они все равно воруют. Я понимаю, но все-таки хотелось бы как-то уравнять. Ну, зачем делить детей простых и остальных? Я бы тоже мог пойти и воевать. Я мог бы сесть и в окопы, и там остаться навсегда. И сдержать колонну там любую. Врагов не имея значения, пожарную жизнь. Да мне без разницы. Ну, почему такая разница к инвалидам? Почему нельзя их уравнять? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.